Все жители поляны заметили, что Кристина и Андрей Черкасов неравнодушны друг к другу. Однако Андрей настаивает на том, что Кристине относится как к другу. Знаешь, ходит слушок, и мы сами видим, что у вас с Андреем Черкасовым намечаются какие-то отношения. Мы все знаем, что у Андрея есть девушка Женя, которая, даже по моему мнению, очень вы схожи внешне. Очень много моментов внешне, где вы схожи, да? И вот такое подозрение, что, может быть, он решил оставить Женю за периметром и воссоединиться с Кристиной в периметре. Ну, я не спорю, что у нас есть какой-то флирт, какое-то теплое такое общение, которого нет с другими мальчиками. Он мне из периметра нравится, как бы, я не буду отрицать больше всех. У нас как-то изначально с ним так сложилось. Но чего-то большего, как бы, ни он, ни я, я думаю, мы не планируем. Да, мы общаемся, мы выезжали вместе, как бы. Он мне, да, он говорит, что я ему очень симпатична. Там и по СМС, и так, но... То есть вы переписываетесь с СМС сообщениями? Ну, да, вот он уезжал, и я там просила его кое-что купить мне. Ну, подожди, просто получается, флирт, он есть, правильно? Есть. Симпатия, она есть. Есть. Ты чувствуешь от него, что он, ну, не против с тобой, как бы, продолжить, наверное, отношения на более серьезном уровне? Не знаю, этого я, как бы, может быть, и чувствую, или не чувствую, я не знаю. Я пока эти мысли от себя отгоняю. С моей стороны, это просто дружеское общение. Я старше ее на 8 лет, на 8 лет старше, у меня такие старше братские чувства к ней, и все. То есть у вас? Мне с ней интересно общаться, нам, самое главное, нам есть о чем пообщаться. Трудно найти человека, с которым, вот, легко общаться. Нам легко, и никаких слов на ушко я, Элина, не шепчу, поверь. Не шепчешь? Не шепчу, ничего. Мне кажется, что без шептания на ушко, собственно, всем очевидно, что у вас явный флирт, и явно это не какая-то дружеская игра, а скорее заигрывание между мужчиной и женщиной. Не, я точно знаю, что Кристине скучно, и она нашла, так сказать, аттракцион... Внимание? Аттракцион внимания и щедрости, да. Вот, а я, в свою очередь, просто нашел, ну, я же не могу все время общаться в мужской спальне, они мне уже, я их люблю, но они мне надоели, вот, вот, хочется и с девчонками пообщаться тоже. То есть ты хочешь сказать, что с твоей стороны это только дружба? С моей стороны, да, и я могу это при... ну, я думал, она это понимает. Подожди, Андрюш, ну давай пооткровенчим немножко, как девушка она тебе нравится? Как, конечно, она очень симпатичная девочка, вы что? Кто скажет, что она не симпатичная? Ты оцениваешь ее, как мужчина именно? Смотрите, я вижу красивую картинку, но я ни в коем случае не рассматриваю ее, как девушку, которая будет рядом со мной. А ты сам чувствуешь, что ты ей нравишься? Андрей? Я чувствую, что я нравлюсь Кристине, и когда мы, вот, как ты говоришь, выезжали за периметры, я сразу расставил все точки на две, я говорю, слушай, Кристин, нам хорошо, приятно общаться, да, нам интересно, но дальше это никуда не зайдет. Таня Кирилюк, глядя на странные отношения Кристины Лисковец и Андрея Черкасова, решила подтолкнуть ребят к серьезному разговору и обманом заманила их в шакузи на романтик. Кирилюк, все, я тебя не люблю. Ты сказала, что могу. Ой, вот я ему сказала, что он должен нам помочь, здесь такое происходит. А, да, нет, Андрей, боже мой. А тут еще кто-то. Да, здесь мы и девочки, нам так сложно, здесь такое с нами происходит. Правую ножку поднимаем. Кристинка, что ли, тут? Тут и Кристинка, и Дианка, тут все, но здесь такое происходит, тебя лучше этого не видеть. Ой, не знаю даже, как это ты нам поможешь или нет, честно говоря. Ой, а что, холодная вода? Осторожно, осторожно, там может что-то шевелиться, не только девушки. А, это продолжение этого триатлона? Да, 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 испытание человеческого вода. Так, держи. Давай. Вот. Так, где Вася? Вот, на самом деле, просто я думаю, что вам есть о чем поговорить, к чему прийти, и для этого я выбрала вот такую шикарную, романтичную и расслабляющую атмосферу. А, Вася, где подожди? А? А, Вася, Вася, я пойду помогать с романтиком дальше, а вы общайтесь. Ну, привет. Ну, здравствуй. Ты убежишь, это я? Ну, не знаю, может вдвоем? Пойдем. Я думаю, не о чем, ну, как бы о чем разговаривать? Не о чем, да, разговаривать? А, ну, а есть о чем? Ну, если не о чем, то, ну. Ну, тебе есть что сказать? Так не я сюда пришел. А я пришла сюда? Ну, то есть, если не о чем разговаривать, то, ну, просто, я же знаю, что тебя беспокоит, что, типа, все говорят вокруг, это моя нога была. Синчерство. Что все вокруг говорят, что ты за мной бегаешь, поэтому я тебе разрешаю уйти первой, и что потом не говорите. Мне все равно, Андрей. Знаешь, я подумала, решила, что да, я бегаю из-за тобой, и пусть будет так. Мне с тобой интересно и хорошо, и приятно общаться. Ну. Ты красивая, интересная девушка. Если кто-то хочет видеть что-то больше, чем наше общение, это их проблемы. Ну, вот я так и сказала. Я даже сейчас, грубо говоря, вот нахожусь в этой романтической обстановке, то есть, я же не сбегаю тебе. Ой, а я сбегаю. Ты бегаешь? Не, ну, как бы, сам бред вот этот сейчас, то, что Даня сделала, если честно. Ну, не, если ты хочешь уйти, то я погрелись дальше. Нет, ты можешь встать и мне помочь выйти отсюда. Хорошо. Давай. Я думала, так, если тебя, может, уйди. Так, что у вас все? О, смотри, у меня белые волосы. Иди, иди полежи, просто сейчас реально романтик вот этот, он состоится. Вася с Ильиной сейчас туда придут, там будет много людей. Да иди полежи. Да, я не знаю, о чем мы поговорили. Ну, о чем поговорили? Он не хочет с ним разговаривать, я не хочу с ним разговаривать. Он мне задал вопрос, ты уйдешь первый, или я уйду? Ну, он же пришел к тебе, чтобы поговорить. Ну, а ты же сама сегодня мне говорила, что да, я дам всем понять, что я за ним бегаю. Я ему это сейчас сказала. Так и осталось бы там, а ты от него убегаешь, а не за ним бегаешь. Подожди, я ему сейчас сказала, я говорю, Андрей, я повелась на мнение, я еще буду говорить, что я за него бегаю. Ну, ну, как бы смысл. Ну, просто, Крис, вот ты сейчас делала такой жест, убежала, это как раз даст всем понимание того, что ты избегаешь вот этой ситуации. А если бы осталась с ним, то мы бы все поняли, а, да, они по-дружески болтают. Я в прикол восприняла, а я бы, на самом деле, осталась. Если бы не он вот с таким, знаешь, ну и что тут, ты же сюда первая пришла. Ну, потому что он ждал, что ты останешься, что ты очень легко относишься к этой ситуации. А так, видишь, он, наоборот, еще раз себе докажет, что о, эта вся ситуация Кристину затрагивает, значит, она действительно что-то ко мне испытывает. Мне, Кристина, симпатично, мне очень приятно с ней общаться. Мне есть ли о чем с ней говорить, мне нравится с ней переглядываться. Мне приятно, когда она мне пишет смс или что-то она просит. Мне приятно заботиться об этом человеке. Но мне неприятна ее реакция, когда она говорит, вот все считают, что я за тобой бегаю. Какая разница, что другие люди считают. Какая разница, что другие люди считают. Главное, что тебе приятно со мной общаться. А? 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 Просто, мне кажется, нужно немножко паузу сделать, чтобы, ну, успокоились люди, коллектив. Ну, что спокаиваться, подождите. Вы только начали общаться. Какая пауза? Вы только начали общаться. Вдруг некоторые ребята увидели в этом что-то такое неправильное. Как вы смеете вот так близко общаться? Андрей, при чем здесь, ребята? Я прошу Кристина. Вас посадили вдвоем в джакузи. Почему вы бежите друг от друга, если вам есть о чем поговорить? Ты что? А ты Кристина убежала, а не я. Черт, посидеть. Потому что Андрей мне сказал. Беги. Ну, знаешь, тут же все говорят, что я с тобой бегаю, и я тебе даю возможность уйти первой. Он мне дал возможность уйти первой. Спасибо тебе большое. Реабилитироваться в глазах ребят. Что ж такое? Да, я бегаю за Андреем. Просто я думала, что это не видно как бы со стороны, а оказалось видно. Прости, пожалуйста, Андрей, я не буду больше бегать за тобой. Ну, собственно говоря, я вообще не понимаю, что они творят друг с другом со своей симпатией. Он общается с Кристиной, как вот он уже сказал, что она ему как человек интересен, да? Так же, как, например, может быть, а мастик ему интересен, да? То есть он ее рассматривает просто как человека. А Кристина себе придумала, что она ему нравится как женщина. И что он хочет с ней там, ну, возможность есть какая-то построить у нее с ним отношения. Саша, я тебе, знаешь, что могу сказать? Пускай Андрей на меня не обижается, но у меня возникло ощущение, что у Андрея начал сомневаться. Так ли сильно он любит свою девушку за периметром? Потому что они вместе уже сколько лет, а до сих пор не женаты. Это раз. Во-вторых, его реально зажгла Кристина. И он, собственно говоря, это даже не скрывал. Это два. Ничего страшного, что она ему понравилась. Мужчине может понравиться девушка, но он будет верен своей любимой. Сейчас он говорит о том, что Кристина для него всего лишь друг, да? Хотя мы все, откровенно говоря, видели. Это не просто флирт друзей, это флирт конкретно мужчины и женщины с сексуальным подтекстом. Мужчина славен не словом, а действием. И он может говорить сколько угодно, а по факту мы видим, как он флиртует с Кристиной, как они бегают друг за другом, как Кристина его ждет, как он говорит Кристине, что он будет о ней все время заботиться. Нет, он говорит, что да, ему приятно за ней ухаживать, но как-никак он своей девушке уже не первый год, то есть он ее уже знает больше, чем достаточно. И чтобы в такое время переключиться, то есть они уже перешли и через огонь, и в воду, уже пережили многие трудности. Сейчас медная труба. А сейчас, да, приятно общаться, возможно... Сейчас медная труба, и не факт, что они перешагнут через медную трубу, Сереж. И мы продолжаем грузово. Да! Видишь? Ну и сейчас... Именно на этих словах, что Кристина медная труба, и не факт, что Андрей ее перейдет, прогремел гром. Да! Я, конечно, не верю в такие знаки, но, наверное, это уже что-то значит. И между ними такие молнии стреляют. Ну, это дом 2, здесь все возможно. На поляне вниманием Андрея Черкасова пытаются завладеть Диана и Кристина. Кристина вчера приготовила для него романтический ужин. Правда, вместо нее там с Андреем оказалась Диана, что Кристину, конечно, обидела. Андрей же заявляет, что со всеми девчонками у него только дружба, а не фирт, как многие утверждают, в том числе и Сергей Сичкар. Девушка Сергея, Александра Скородумова, напротив, защищает Черкасова, из-за чего они с Сережей вчера чуть не поссорились. На поляне Кристина Лисковецким временем своих планов насчет завоевания Андрея не меняет, но для начала решила разобраться с соперницей. Ты с Никитой, да, как я понимаю? Ну, да. Страшие отношения? Ну, да. Ты говоришь, что ты по нему скучаешь, что ты ему пишешь. Окей, вчера я позвала Черкасова, оставила ему суши, но почему-то, милая их, эти суши, с ним ела ты, а не я. Кристина Лисковецким, когда я зашла попить воды, и он сказал, выйди, ты ничего не сказала, то есть ты со мной общаешься. Потом ты сидишь так же, ой, Андрюша, ты давай яблоту за тобой бегать. Мне это непонятно и более того, неприятно. Да это просто шутки. Мне такие шутки. Ну, Кристина, я прекращать общение с ним не собираюсь ни с кем другим. Как мы раньше общались, так мы и будем общаться. Я буду так же общаться с Никитой. Да общаться с ним. Диан, я сделаю все, чтобы ты не была с Никитой. Ну, сделай. Если ты хочешь войны со мной, окей. Кристина, никто войну не объявлял, я просто говорю, что я общалась с ним, я не буду общаться. Просто общение, вот Таня с ним там может шептаться, шепшукаться, что-то сказать в шутку. Это шутка. Ты, Диан, не шутишь. Ты мне сейчас что-то предъявляешь, что я подкатываю. Я тебе не предъявляю, Диан, я не предъявляю. Я просто с тобой разговариваю. И мне, допустим, непонятно. Это то же самое, что вот, когда ты мне говоришь, мне нравится Никита, я стараюсь сделать, отойти как-то. А ты же, получается, это другая ситуация. Я не ревную Никиту, потому что он делает это на зло. Черкасов, он такой человек, он со всеми общался, а также на уровне, понимаешь? А прекращать общение ради тебя и с человеком, я этого не буду, потому что я с ним раньше общалась, Кристин. То есть, типа, кто первый, чьи этапки, да? При чем тут, кто первый, чьи этапок? Я на него не претендую, мы просто друзья. Диан, а что Кристинка там на тебя наезжает? Она придумала себе, что я хочу с тобой строить отношения. А ей какая разница? Вот я ей говорю, тебе какая разница. Она говорит, что я позволю всем мальчикам обнимать себя, вот так вот прям зажимать, вот так вот, не лезть, вот так вот. Понимаешь? Это еще объявится для Никиты. Да, Никита знает, и перед Никитой я так со всеми от мальчишками общаюсь. Сегодня налобно. У нее пища для инфоблации. Я просто же не хочу, знаешь, отключать это, потому что пускай говорит, и он против вот что-то. Ну реально вот смешно. Ну что, Анга? Ну что, Кристина? Боишься меня, да? Я не боюсь тебя, я тебя понять не могу. Что ты хочешь? Я? Ну как, я же, раз ты боишься, стесняешься, отнекиваешься от меня, я решила вот тебе сделать свидание, чтобы поговорить с тобой, чтобы сказать, а я вот не боюсь. Я не буду скрывать, что ты мне симпатичен. Буду теперь за тобой ухаживать, конфетки тебе подкладывать, романтички делать, но цветы, конечно, не буду дарить, совсем некрасиво, как бы будет выглядеть. У тебя вообще есть что сказать? Да, давай за это выпьем. То есть ты согласен? Да. Ничего себе. Покушать не хочешь? Вопрос. Чего ты вдруг-то из наших дружеских отношений хочешь перейти в какие-то другие? Ну как, я же тайно в тебя влюблена. Ты зачем поясничаешь сейчас? И теперь я же не буду это скрывать. Буду за тобой ухаживать. Ты поясничаешь сейчас? Я не поясничаю. Мы с тобой общались, правильно? Потом ты стал бегать от меня, демонстративно делать вид, что меня нет, что ты меня не замечаешь вообще, кто ты такая, как тебя зовут. Когда на меня наехали все, я не стал давать заднее, я говорю, ребята, я наоборот, неприятно и интересно с тобой общаться. Когда на тебя наехали, для тебя стало главным, а кто за кем бегает, вот что для тебя главное. И ты перестала со мной общаться, ты стала меня игнорить. Хорошо, я была не права, я повелась на медиа. Ну, слава богу, почему меня трясет? Может, ты волнуешься просто? Нет, я что-то холодно мне. А, холодно? Как-то некрасиво, конечно. Можешь обнять? Нет, давай. Давай еще раз за знакомство. А, ну давай. Сердце мое, мне свободно. Ты знаешь об этом? Ну, а если я буду к тебе проявлять свое отношение? Я не поняла, что я не верю тебе. Я для тебя спорт. А, то есть ты так считаешь? Я считаю, что я для тебя спорт. Тебе нравится отбивать парней? Я боюсь потерять любовь той женщине, которая меня любит. Ты меня не любишь. Нет. Вот. Ты со мной играешь. Не играй со мною, ты малолетка. Андрей, почему ты взял? То есть ты считаешь, что в тебе, допустим, невозможно там влюбиться или что-то? Я не легкая добыча. Я верный мужчина. Я не брошу ту девушку. Мы с тобой на чем вообще? Давай не будем от той девушки. Она там где-то вообще далеко-далеко, а ты и я здесь сейчас находимся. Да, она у меня здесь. Ну, пускай она будет где угодно. Нет, тебя, то есть это не волнует? Нет, абсолютно. Так я тебя еще раз спрашиваю, ты дружить со мной хочешь или что ты хочешь? Так я тебя спросил, если ты хочешь со мной быть подружкой, зачем за мной ухаживать? Так что я могу быть подружкой и ухаживать за тобой? Зачем подружке ухаживать за мной? Могу я быть и подружкой, и ухаживать за тобой. Буду и подружкой, и нянечкой. У меня, Анечка, у меня никогда не было. Поиграем с тобой в эту игру. Вот видишь, я для тебя спорт. Да ты… Смотри, релакс. Все хорошо. Расслабься. Сейчас, я сейчас тебя чувствую мужиком таким, который телочку есть. Соблазняет, соблазняет. А она никак не дает и не дает, а? Я та телочка, которая тебе не даст. Кристина, ты понимаешь, что ты во время свидания так и не обозначила? Я говорю, мы друзья или кто? Да мы друзья, я же говорю по-дружески. Ты меня целовала раньше в щечку, я тебя целовала. Нет, в щечку можешь. А ты мне это хочешь подсказать? Нет, нет, нет. Пойдем, пойдем сюда. Сядем. Садись. Так. На стульчик тебе. Садись. Кристина, ты понимаешь, что люди видят, что отрезают все нормально? Да я что говорю, что ты пьяный? Да ты из меня пьяного делаешь. Садись. Я из тебя пьяного. Теперь я пойду. А ты посмотришь. Да, поедешь. Ой, посидишь. А, пожалуйста, кстати. Ну что, будем дружить как дружили? Кристина. Достатка, ладно. Сейчас. Ну что, суетишься опять? Подальше сел. Ты понимаешь, что не я с тобой ссорился? Ты начала меня игнорировать, и ты начала вестись на мнение коллектива. Вместо того, чтобы всем сказать, ребята, идите вы все в жопу, я просто с человеком хорошо и мне приятно общаться. Среди всех мужчин мне с ним лучше всего общаться. И я говорю, среди всей женской спальни мне приятнее общаться всего с тобой. А? По-прежнему? Да, по-прежнему. Крестин. Ты че сейчас? Это неискренняя. Да почему ты так думаешь? Ну потому что я не дурачок. Андрей, могу еще рассказать? Нет, нет. Ну зачем? Вот Кристина, это неискренняя. Кристина, это неискренняя. Да че неискренняя? Это неискренняя. Да почему? Я не могу почувствовать, что искренняя неискренняя. Андрей, ну я реально соскучилась по тебе. Ревную тебя к другим девочкам по-дружески. Ну реально. Сейчас без шуток. А дружески не ревнуют? Тебе нравится Андрей? У Андрея есть девушка, которую он любит и которую вот скороговорку он выучил, аутотренинг этот, я люблю свою девушку, я люблю свою девушку. Мне рассказывают, потом приходит, что он говорит, я люблю свою девушку, а она сладкое пирожное, которое нельзя после 12. Все. Меня больше не существует. Ну сладкое пирожное это ты, что ты имела в виду? Я поняла. А не его девушку, которая любила. Я поняла. Ну а ты чего хочешь? Ты бы чего хотела? Я хочу, чтобы эта тема закрылась и мы не общались вообще никак. А. Андрей, такое возможно? Да. Да. Если Кристина этого хочет, да. А ты этого хочешь? Я не могу понять, почему не общаться вообще. Если я ее спросил сегодня, Кристина, разве я тебе чем-то обиделась, что ты так сделал? То есть, почему вообще не общаться? Вот. Но если Кристина считает, что так лучше, хорошо, мы можем не общаться. Ирина. Такой ты молодец, конечно. Я, честно говоря, понимаю прекрасно, что здесь речь идет о флирте. И сейчас Кристина просто обижена. Она не просто не хочет общаться. Она просто обижена на трусость Андрея. Потому что, знаешь, если ты позволяешь себе флиртовать с девочками здесь и одно время. Потому что мы все это знаем, проходили. А ты сейчас... А скажи, с тобой флиртовал еще опять. Ну, послушай, абсолютно точно это было. И те слова, которые ты мне говорил на ухо, это все было. И помним твои реакции из-за этого. И, конечно, это неприятно. Если ты говоришь о том, что у тебя есть твоя девушка, тогда веди достойно себя своей девушке. Она не из-за этого хочет со мной общаться. Может быть, ты скажешь, из-за чего ты не хочешь общаться? Вот слушай вот этот бред. Давай, Андрей, давай... Может быть, ты скажешь? Мне просто постоянно перебиваются. Если я тебе предложу уйти за периметром жить вместе, что ты согласишься со мной? С тобой не пойду. Ну, так что ты тогда говоришь? Ты... Сама предложила, да, я согласился. Я сегодня предложил абсолютно нормальный вариант. Давай ограничим, мы будем общаться дальше. Ну, давай ограничим, остановимся, потому что дальше идет действительно какая-то фигня уже. Ну, хорошо. Посмотрим, что ждет эту сладкую парочку. Ну, в итоге сегодня они договорились не общаться. Ну, а ребята на поляне не верят в то, что Андрей Черкасов видит в Кристине лишь только друга. Они убеждены, что он боится открыться в своих чувствах, чтобы не расстроить свою девушку за периметром. И вот участники решили хитростью заманить Андрея на разговор с Кристиной в интимной обстановке. Хорошим мальчиком. Можно? Я разговариваю по поводу того, что и вы с Андреем... О, Андрей, здесь. Что вы с Андреем поговорили? Что вы с Андреем поговорили, ребят? Потому что мне кажется, у вас вообще пробела целая куча. Да, Андрей, действительно. Вы для этого меня звали? Да. Я еще раз обозначаю свою позицию. Я считаю, что сказать, давай не будем общаться, это не выход. Вот я считаю, что это тоже не выход. Я считаю, что при этом тут явно сейчас лишнее. Я думаю, что мы надо поговорить. На самом деле, поговорите вдвоем. Вам никто не будет мешать. Ну, правда, ребят, это просто полный бред. Отход придумал от тебя. Пойдем поговорим. Ясно, ты очень. Ставь палку, я закрою. Палыч, палку. Паляем, поздавь, да, горячий. Здесь внутри. Вот сюда. Вот сюда. Да с каких пор тебе стало нечем со мной разговаривать? Да с тех пор, когда ты стал мне тарабанить фразу «Я люблю свою девушку». Причем, Андрей, вот скажи мне, вот сегодня ты к чему это вообще сказал мне? Мы стоим с тобой разговариваем об одном, ты выберешься, я люблю свою девушку. Я тебе еще предлагаю меня любить или что? Под замок. Под замок. Что там происходит? Нас закрыли. Эй! Запомни, когда закрывают мы дом не два. Надо расслабиться и получать удовольствие. Джозеф, я тебя ненавижу. Хоть бы воду я оставил. Да, вот так. Кушай. Чего? Жесть! Ну что, ребят? Мы? Джозеф? Да? Я же, я же к вам как... Отойди подальше. Я же к вам как к детям родным. Вы что делаете? А ты меня заставили! Меня заставили! Прости! Таня! Ну, посыпай! А как мыться? Мне пригрозили забрать у меня всю еду. Жесть. Таня! Да? А ты можешь принести мою щетку и полотенце и пасту зубную? Не, вы что, на ночь, что ли? С ума сошли, что ли? Нет, побольше! Хорошо! Кого? Э, ребят, ну вы что? Как его? Вы что, на ночь, что ли, закрываете? С ума сошли? А что, мы спать будем? Тоже надо накрывать? Нет, ты будешь на полу. Нет, я буду накрывать. Нет, нет, ты будешь на полу. Подушка одна, поэтому она моя. Нам нельзя спать вместе. Почему? Ты боишься меня? У тебя сколько секса не было? А при чем здесь это? Я боюсь, что ты на меня накинешься. Не бойся. Так ты будешь со мной пить или нет? Я буду, да. С тобой же, говорю. Ну, не это. Ты не будешь пить? Буду, что делать? Хорошо. Губами по телу, пожалуйста. У нас самые лучшие ведущие на свете. Ой, я не могу. Жесть. Я даже сладкое не ем, мы сейчас ем. Ну, видишь? Жесть. Бушина, подруга моя. Это Фетя Лактова. Да? Может, ты мне станцуешь? Ты понял. Может, ты мне станцовешь? Давай, мне станцови. О, Света Ахлукова, у меня Керемюк. Эй, как вы, сучки. Я делала все, что могла. Полотенце, можно дать, пожалуйста? Какое? Ну, какое-нибудь, у меня мое просто грязное. Какое-нибудь просто полотенце. А, ну, мокрое твое, да. Розовое. Хорошо. Это, мы ложимся спать. Предупреждаем вас. Будет музыка с нашей стороны. Надеемся, она вас как-нибудь сблизит. Ой, музыка очень хочется. Не, ну, музыка, девай. А, а? Ой, ой. А, ну, может, еще музыку, пожалуйста? А презик есть? А, Андрей не любит презик. Не надо. А, не надо. Ну, ладно. У тебя есть? Есть? У меня есть, есть. У меня есть. Обращайтесь. Ну, как у вас вообще посидел? Джонеф, у тебя же XXL, а… Давай. Не, нормально. Ну, у нас есть, смотри. Ты боишься не сдержаться? Кристина, ну, мы с тобой знаем друг друга, э-э-э, сколько? Неделю. Ну? Да, неделю. Восемь дней. Ну, и что? У меня так к тебе дружить, ну… Да я не должен спать с другой женщиной в кровати. Ну, иди тогда. Ты нормально, что ты делаешь? Выхожу. Андрей, не проще ли вот эту вот показуху не устраивать, а утром выйти отсюда и все? Кристин! Да я спи на полу, или я на полу буду спать. Ты с ума сошла, что ли? Малышка. Ау! Зачем тебе? Ну, блин, сними меня. Со мной обнял. Что делаешь? Веревку. Он хочет выпрыгнуть отсюда, с балкона. Пусть возобьет, как это аппаратник. Ну, реально, он сейчас спрыгнет. Открой, а пускай он выйдет здесь. Буду прыгать. Десантник. Смотри. Таня, ну, вот смотри. Видишь? Андрей, ну. Да что вы, предатели все? Да открой дверь. Ну, все уже, он полез все равно. Да мне открой, Жозеф, ты нормальный, нет? Безвыходных ситуации не бывает. Андрей, открой меня. Все, он вышел. Привет. Привет. Ну, что ж, вчера все ребята с поляны поспособствовали вашему с Кристиной уединению. И, ты знаешь, вы замечательно провели время, я хочу тебе сказать. Давай вот об этом поговорим. Давай. Я, кстати, считаю, что ты тоже приложила к этому руку, предоставь такие вкусные напитки. Да, да, ребята меня предупреждали, и я тоже решила помочь. Почему нет? Я знаю, что вы благоразумны, и что бутылочка вина хорошего или шампанского вам не помешает, а наоборот, еще больше раскрепостит. Да, спасибо. А самое главное, что я вижу, что вы друг другу нравитесь. Я разве это отрицал когда-то? Оль, разве я отрицал, что Кристина мне симпатична? Да нет. Разве я отрицал, что я выделяю ее из всего женского коллектива? Нет, я этого не отрицаю. Так. Но вчера я, опять же, я очень благодарен этой ситуации, потому что, как мне кажется, если бы я остался в этой комнате, да, где, казалось бы, нет выхода, то, наверное, бы, значит, нам суждено было бы быть с Кристиной. Но если я искал выход и нашел его, да, и мы вышли из этой комнаты. Так, может быть, как раз-таки ты убежал, Андрей, потому что ты боялся не удержаться перед этим соблазмом? Ну, если бы, как бы. Но в итоге я вышел, и я вышел из этой комнаты, опять же, друзьями. Ну, за два месяца, наверное, друзьями невозможно стать, как ты мне в свое время сказала, правильно, да? Ну, вот вышли, вот, ну, не любовниками мы вышли все-таки. Мне просто интересно, ты можешь так же смело, да, сказать своей девушке, сказать, Жене, я тебя очень люблю, но вот представляешь, мне понравилась реально другая девушка. Вот ты ей так можешь сказать, как ты говоришь, это мне? Или ты ей преподносишь информацию из серии, что так надо, это какая-то история, это мы тут просто замутили? В любом случае, никогда такого не говорил, Оль, более того, Женечка смотрит эфиры, и наш разговор она увидит, и я, опять же, то есть, мне нравится Кристина, но я не, вот, я о Кристине это сказал, и тебе говорю, и всем говорю, я ни за что в данный момент не хочу променять любовь Жени на влюбленность Кристины. Представь ситуацию, что ты свободен. Если бы я был свободен, я был бы с Кристиной. Ты мне сегодня на ТТТ сказал прямым текстом, что если бы не было Жени, ты однозначно был бы с Кристиной. Все очевидно, мне девушка симпатична, Кристина мне нравится, очень нравится. Но мы мало знакомы, и я, нет, я это к тому, что, ребят, может быть, это просто какое-то сейчас у нас идет увлечение, и может быть, она скоро пройдет и у Кристины, и у меня. Андрей, я не хочу сейчас расстраивать ни тебя, ни твою девушку Женю своими умозаключениями, но я убеждена, что если у тебя появляется чувство другому человеку, значит, твои чувства к Жене не такие уж и крепкие. Ну, не совсем согласен, Оля. Опять же, я говорю, то есть, ну, по жизни ты видишь красивых, интересных тебе людей. Они тебе нравятся. Мне вообще нравятся красивые люди. Одно дело, когда нравятся красивые люди, а другое дело, когда ты испытываешь увлечение к другой женщине. И об этом уже спасибо тебе, да, за откровенность. Говоришь в открытую. Да, я говорю в открытую, но опять же, то есть, и Кристину это останавливает, и меня останавливает, то, что есть любимая девушка. Андрей, послушай меня, это уже не очень хорошо, да, понимаешь, не очень нормально. Послушай сам себя. У нас с Кристиной, нас с Кристиной останавливает то, что у меня есть любимая девушка. Ну, это, Андрей, ну это как-то странно. Ну, по-моему, нормально. Да не нормально, Андрюх. Ну, Оль, ну, опять же, мы... Ну, вроде как бы принято быть порядочным, да, но на самом деле я бы с удовольствием бы стал встречаться с Кристиной. Вот о чем ты думаешь. Нет, 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 нет. Если бы я был сейчас на проекте свободным мужчиной, я вообще бы даже не задумываясь, конечно же, окружил Кристину любовью, лаской, заботой, все, что я умею, то, что вы давно не видели на этом телепроекте, сумасшедшей романтикой. Безусловно бы я это все сделал. Но я с другим человеком сейчас, ребят. Ты знаешь, Андрей, это все прекрасно, но... Я не свободен. Я тебе хочу объяснить одну такую вещь. Знаешь, многие же люди и в паре, да, и женатые, да, у них у многих возникает вот этот момент, да, когда ты вдруг чувствуешь, что у тебя появляется что-то к человеку. Так вот в этот момент есть два пути. Либо ты поддаешься этим чувствам, и это в данном случае ты, Андрей, либо ты автоматически ставишь блок, и уже дальше не бывает никаких разговоров, никакого флирта, ничего. Вот в твоем случае ты не поставил блок, ты дал волю чувствам своим и позволил Кристине в тебя влюбиться. Я, опять же, сомневаюсь, что Кристина влюбилась. Сомневаюсь. То есть тебе что, нужны доказательства? Нет, мне не нужны доказательства. Я еще раз говорю, мы мало друг друга знаем. Кристинка, может, пришла, вот, ну, ей со мной весело и так далее. А сейчас я вот на три дня пропаду, ей будет весело с другим каким-нибудь мальчиком. Ну что делать-то будем, а? Да, поговорить с Кристиной. Что делать будем? Андрей сказал мне, что тебе не нужно ничего решать, я сам приму решение. Да, мы с Кристиной сегодня разговаривали, что у Коли создалась вот эта ситуация, когда действительно, что же это скрывать, вот это увлечение, веселость друг к другу подошла вот к этой черте, про которую ты, Оль, сказала, да. И я говорю, что решение это здесь принимает не Кристина. Она девочка, чего ей все решать? Правильно. Так, и что же ты решил? Я решил. Я сказал же, что мне нужно три дня привести мысли в порядок. Рустам Солнцев. Русь, поддержи. Андрюша, дело в том, что тут на самом деле все ясно, как белый день, Андрюха уже, на самом деле, не в силах справиться с собой. Знаете, невлюбленный вообще Черкасов, невлюбленный в другую девчонку, это оксюмарон, то есть то, чего не может быть. Горячий снег. Нет такого. Так и Андрюшка. Его витальная среда быть влюбленным. Естественно, он подыскивает глазками все время Кристину в течение дня, смотрит, где же Кристи, где эта любимая мордашка милая. Ах, вот она. Другой вопрос, что Кристина глуповата. Она, знаете, она не дает ту правильную реакцию для Андрея пока что, которая ему нужна. Она именно глуповато вот в этой ситуации ведет себя. Она Андрюху сдает с потрохами. Там Андрюха подмигнет, какое-то, знаете, есть там письмо ей, вот, 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 маленькое там смс-очко. Она раз его и сдала уже. Ну, то есть она очень плохая партизанка в этом смысле. Но, ребят, то, что Андрюша уже сейчас признается в том, что у него есть эта симпатия, и девчонка ему симпатична, это факт. И де-факто меня лично это радует. Потому что я очень хочу увидеть влюбленного Черкасова. Я не могу видеть Черкасова, который берет на себя функции мои, к примеру. Ну, пытается там, знаете, резюмировать ситуации, резонировать их. Нет, этим занимаюсь я. Ты, пожалуйста, влюбляйся, милаха. Вы много отсутствует, я вас заменяю, Рустам. Спасибо. Хорошо, любопытная мысль. Спасибо, Рустам. Сережа Пынзарь. Как я и говорил, Андрюхе рано или поздно придется сделать этот выбор. Ему придется выбирать либо там за периметром с девушкой, либо здесь с Кристиной. Мое мнение, что Андрюха уже давно этот выбор сделал, просто правильно, может быть, сказал Рустам, что она неправильно себя ведет, эта девушка, и неправильно преподносит это все. Момент времени, мне кажется. Вот сейчас три дня пройдет. Я не знаю, Андрюха, ты к своей девушке поедешь или нет? Или ты три дня сам побоешь? Нет, мы будем вместе. Будете вместе. Но если Андрюха едет именно к Женьке, то вот тут я не могу сказать, какое решение все-таки будет. Если бы он три дня побыл наедине, то решение очевидно. Может быть, действительно, Андрей, у него такая роль, всегда правильного мальчика хорошего, может быть, он боится вот эту роль свою нарушить? Да, я тебе скажу честно, я боюсь оказаться скотиной. Ну вот, видишь, значит, я в яблочке. И именно по этой причине я вчера выпрыгнул из окна вот из того замечательного свидания. То бы что бы ни думал, я говорю так, как есть. Я не хочу быть скотиной. Знаю тебя, я поэтому понимаю, что именно это тебя останавливает. И может быть, для кого-то ты окажешься скотиной, да, Андрей? Особенно для окружения Жени. Но жизнь, она одна. И если ты уже допустил эту симпатию, если ты уже ничего себе не можешь поделать, Ну хренушки, могу. То, Андрюх, то зачем? Зачем? Я мужик, я все решу. Просто мне непонятно, почему я на лобном несколько раз сказал об этом, а слышат другое чуть-чуть. Да, говорят про симпатию мою к Кристине, но никто не слышит, что я говорю, что я опасаюсь и не доверяю этой девочке. То есть мы мало знакомы, и я чувствую, что, ну, я не могу еще ей доверять. Так, а перекручивать как? Ага, хочешь доверять, но пока что у тебя не получается, значит, хочешь ей довериться, а хочешь сблизиться. Вот в таком контексте все это слышат. Что ты бы, если бы чувствовал в ней надежность, ты бы переключился с Женьки на нее. Ну, видишь, ну, просто... Не совсем так, не совсем так. Я не думаю о переключении. Я думаю о том, что, да, у меня идет какое-то искушение, идет влечение к человеку. Но я знаю, что очень часто в жизни так бывает. Это было у меня, может быть, у тебя было, но вот это точно есть. Что ты чувствуешь что-то, 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 что-то. Ты можешь поддаться, из-за этого семьи рушатся. Грубо говоря, все в порядке, все в порядке. Потом переключился на кого-то, что-то случилось, понял, не мое, а семья уже разрушилась. Вот я про это. То есть я, может быть, хотел бы переключиться на Кристину. Но я в то же время могу понять, что да это просто увлечение. Чуркасов, соберись, все нормально, никто не нужен. Вот я уверена, если бы... Ну, это, конечно, из ряда фантастики предположения, но если бы Женька тебе позволила, да, попробовать ухаживать, допустим, за Кристиной, я уверена, ты бы не бросился, знаешь, в ому с головой в эти отношения. Мне кажется, что вот, когда мужику дают свободу, он понимает, он когда попробует, да, с другой девчонкой, то в твоем случае ты бы смог понять, что ценность Женьки гораздо выше, чем Кристины. Просто тебе нужна вот эта разрядка, как любому мужику. Любой, ну, хорошо, не любой мужик, большинство мужиков реально, если не ходит, то мечтает сходить налево. Андрей Черкасов признался, что испытывает чувства Кристине лесковец. Однако за периметром у него есть девушка Женя, с которой его связывают длительные отношения, и Андрей не хочет предавать ее. Именно поэтому он решил сбежать от своих чувств и провести три дня с Женей, а Кристина заявила, что в таком случае начнет строить отношения с Никитой Кузнецовым. Ну что, три мучительных дня впереди без Андрея Черкасова. Он уехал подумать все-таки, да, и не сказал окончательное решение. Вчера у нас состоялся разговор с Андреем. Я говорю, Андрей, если ты ездишь на три дня к своей девушке, я ждать не буду. Ты свободен, я буду ждать Никиту тогда Кузнецова. Он очень сильно обиделся. Ничего себе. Я, ну, сказала это на зло ему, я честно говорю. Он очень сильно на меня обиделся, и у мужской спальни у нас состоялся слезный разговор. Прям слезный? Да, где я заплакала. Полетели в него туфли, и он там как бы еле сдержался, чтобы там у него блестели глаза. И на что он сказал мне, вот видишь, ты со мной играешь, я сделала выбор, я выбрала свою девушку. И уехала с этими словами. Да ладно. Ну неужели между вами такие чувства, такая страсть, если вы вчера и плакали, туфлями ты в него кидала? Все ребята заметили, что как бы Андрей сам не свой, что он обычно говорит внятно и четко. А тут он даже не может связать двух слов. То есть он теряется в словах, у него там дрожат руки. Я не знаю, конечно, что это. Я ему сегодня написала такую смс-ку, что я говорю, Андрей, конечно, это твой, там, твоя жизнь, ты вправе делать любой выбор, но если тебе хорошо рядом со мной, если ты, вот, у тебя есть чувства ко мне, значит, ты живешь. На что он мне ответил, да, это так, но я предаю другую девушку. Ну, я не знаю. Ребята говорят о том, что ты не можешь разобраться и сам признался в том, что тебе нравится Кристина. Я вот он признался, но перед тем, как уехать, вчера на поляне я расставил антенны. А какие? Нет никакого даже выбора. Ну, Женька, правильно? Конечно. Ну, вот, я как бы о том же тоже говорю, что уже все равно... С Кристиной что делать? Проверенный человек, то есть в бою и все, как бы, ну... Если я четко так говорю, что я уже никакого выбора, все, я со своей девушкой... Уже нет никакого выбора, или его не было? Ну, я очень рад. А то я пришел, и мне ребята говорят, что ты вот все там, у тебя душевные переживания, в том, что ты не знаешь, как тебе разобраться, и ты знаешь, это Кристина. Ну, это было вчера, по-моему, и не на сутку. Сегодня все в порядке. Подожди, если он не предает свою девушку, значит, он предает свои чувства? Значит, он предает себя? Просто тут ребята мне сегодня рассказали такой момент неприятный. Я, конечно, в это не верю пока, но что он бы давно уже ушел от своей девушки, просто у них связывают, их связывают какие-то, ну, можно так сказать, финансовые отношения. Что машина, на которой ездит Андрей, это машина Жени, и квартира, в которой живет Андрей, оплачивает Женя. А кто тебе это сказал? Элина. Элина. Слушай, ну, Кристина, смотри, если уж на то пошло, да, когда Андрей говорит о том, что если я уйду от Жени, я ее предам, а то, что он испытывает чувства к тебе, твертует с тобой, дает тебе какую-то надежду, здесь он ее не предает, да, свою Женю? Я это. Что за глупости вообще? Как бы, да, тоже. Я ему сказала, говорю, Андрей, в этой ситуации ты в любом случае не сможешь поступить правильно, потому что либо ты меня обидишь, либо ты ее обидишь, потому что ты сам доигрался до того, что ты и меня подпустил близко очень. А сегодня приезжает Андрей Черкасов. Я знаю, что расставались, вы прямо вот на такой вот сентиментальной ноте, вы поплакали, порыдали, и прямо вот у вас все, как, знаешь, как в сказке. Прощай, Березонька, прощай, Алешенька, прощай, Настенька. То есть, знаешь, все так очень мило, романтично. Вот как ты думаешь, там за периметром, что он все это время делал, и сейчас с каким решением он вернется? Ну, я могу сказать так, что когда он уезжал, мы поговорили и расставили все точки, что он с Женей, я отдельный человек, который вообще никак не касается их пары. Потому что я не потерплю от мужчины, там, выбора между мной и еще какой-то женщиной. И я говорю, я буду ждать Никиту. Он очень сильно на это обиделся. Он там... Ну смотри, ну скажи, за это время, пока его не было, у тебя чувства прошли? Ты вообще вспоминала о нем? Какая-то была, не знаю, тревога? Мы общались с ним. Вы переписывались, да? Переписывались, да. Ну, что пишете друг другу? Может быть, там уже есть какой-то роман начало? Когда он уехал, только я писала ему, что... То есть, наоборот, такие позитивные моменты, что там он мне нравится. Он мне писал, все, стоп, остановись. Там я выбрал, я принял решение. Только я перестала писать, а он стал писать другие вещи. Ну что, Андрюх, расскажи, как ты провел свои выходные? Ты был с Женей? Я был с Женей, я был дома. Я скрывать не буду. Все эти три дня мы активно общались и с Кристиной тоже. по СМСкам. Тяжелые дни были. Тяжелые. Ты пришел к какому-то итогу? Ну, давайте сразу напомню, что у меня не было такого вопроса, что выбираю я между Женей или Кристиной, да? У меня не было выбора. Я не могу выбирать между женщиной, которая хочет от меня ребенка, и девочкой, с которой мы знакомы полторы недели, и просто интересно, это игра в кошки и мышки. Тот вопрос был во мне, что я делаю тут, и что я вообще делаю вообще. Имею ли право я это делать? То есть, не обманываю ли я себя? Вы помните, да? То есть, если я что-то испытываю Кристине, то, следовательно, почему я в отношениях тогда с Женей? Я могу сказать, что мы пришли с Женей к такому правильному знаменателю, что если у меня продолжится вот эта фигня, да, помытнение моего рассудка, то мы с Женей, конечно, нам расставаться, это будет обоюдно, мы поставим точку, потому что ни она этого терпеть не намерена, и я не хочу ее обманывать и себя. Андрей Черкасов уверяет, что его увлечение Кристины Лисковец было мимолетным, и он любит свою девушку за периметром с Женю. А Никита Кузнецов решил попытаться поухаживать за Кристиной, несмотря на ее симпатию к Андрею. У тебя живот. У меня нет живот. У тебя толстый этот живот. Да, да. Да. Я вообще толстая. Да. Толстушка. Ой! Блин! Ничего себе! Стой! Подожди, блин, я не кушала ничего еще за меня! Ничего себе! Ой! Ой! Ну, собственно, особо нового ничего не… Она мне не сказала всего. Как она ко мне относится? Она говорит, что она с тобой на проекте хочет быть. Но насчет «за периметром» она не уверена. Я ее спрашиваю, ты чего хочешь? Просто скажи, чего ты хочешь? Ты хочешь быть с Никитой? Или ты не хочешь со мной общаться вообще? Или ты наоборот, ты хочешь быть со мной? Потому что, когда я отсюда уехала, она мне писала, я влюблена в тебя, Черкасов. Я в тебя влюбилась. Она, мне кажется, она бы более проявила активную позицию свою, если бы она узнала, что ты с Женей расстался. Ей вот это не нравится, что ты… Слушай, слушай, если я с Женей расстанусь, я сам ее пойду и заберу сразу же. Возьму на руки и… Будет моей. Ну вот, и Жозеф такой, не знаю, символен. Андрей, не могу ли на тебя берешь, а? Скажи мне, ну, у меня сейчас Диана рассказывает, что Андрей тут ходит и говорит, что с Кристиной… Да не то, что я с ней не хочу отношения строить. С ней никто не хочет отношения строить. У нее есть единственный шанс – это построить отношения с Никитой. Ну, а ты не подозреваешь, почему он так говорит, если так говорит? Так я и спрашиваю, ты немного ли на себя берешь? Много. Да? Сможешь потянуть, сколько возьмешь? Ну, подожди, а что тебе не понравилось-то? Тебе, наверное, ты не в твоей интонации это передаешь. Ты, когда ходишь, и опять же мне пишешь одно, а потом… Ой, да Кристина, да кто с ней будет отношения строить? Да я не так говорил. Прекрати. Я ей даю последний шанс. Нет. Может, тебе последний шанс тут дают? Подожди, ты хочешь из ворота уйти, с твоей и Женей отношения строить? Успокойся. Последний шанс я не говорил такого. Я говорил, что когда ты пришла, да слушай, пожалуйста, когда ты пришла, ты понравилась всему мужскому коллективу. И что? Сейчас ни Астик, ни Артур, ни другие ребята с тобой отношения строить не хотят. Девушка недовольна тем, как ведет себя Андрей, и решила принимать ухаживание от Никиты Кузнецова, который сегодня пригласил ее на романтическое свидание. Я тебя позвал поговорить о том, что ты мне нравишься. Потому что ты мне приятна внешне. Я не совсем понимаю твое поведение. Потому что я тебя пока плохо знаю. не готов говорить на сто процентов, что это вот та женщина, которая мне нужна. Да мне действительно приятно, ты мне действительно нравишься. Здравствуйте, здравствуйте, я рад вас приветствовать в нашем ресторане «Мексиканская страсть». Все оплачено, так что не в принципе не отказывай. Здравствуйте, ну что вам предложить, молодой человек, что вы будете? Вино, шампанское, водка, текила, у нас есть все, молодой человек, все есть для вас и ваши прекрасные синьориты. Боже мой, какая синьорита, мама миа. Девушка, что вы будете? А может, понашел? Конечно, я уйду, но только после того, как вы закажете свой напиток. Не будет же молодой человек, этот прекрасный синьор пить один. Да, я не буду пить. Хорошо, тогда я сделаю комплимент от нашего ресторана. Я скоро вернусь, не скучайте, мы так рады, что вы в нашем ресторане. Спасибо, спасибо, синьор. Это ты, да, попросил его? Да, он подрабатывает. А потом говорите, что, ну, когда я говорю, что вы играете оба, я не буду играть в вашу игру. Да никакие тебе игры никто не предлагает. Я тебе реально говорю, что ты мне симпатична. Я тебе не верю. Определись, что ты хочешь. Так я тебе не верю, понимаешь? Ну, а как мне тебе доказать? Это твое уже право. Доказывать или не доказывать? И как это делать? Ну, ты бы хотела, чтобы, ты бы хотела мне верить? Сейчас, подожди. Может быть, да. Скорее, да, чем нет. Да? Синьор, позвольте от нашего ресторана вручить вашей прекрасной синьорите этот бокал мексиканского вина. Перфавор. О, грасис. Это вам прекрасная синьорита. Я, кстати, не представился. Меня зовут Андрон Черкасон. Я сегодня ваш официант. Если что-то нужно будет, зовите меня обязательно. Я забыл вам пожелать приятного аппетита, синьор. Граци. Боже мой, это непростительно, синьорита. Я забыл и вам пожелать приятного аппетита. Черкас, а если бы не ты, это свидание бы просто провалилось. Все для тебя, родная. Отставной офицер. Пусть он, может, потанцует, нет? Да. Амиго! Да, синьоры! Оставь тарелку там. Синьоры! Там можно! Тарелочку там оставь. Я слышал, в вашем ресторане отлично танцуют. Конечно, синьор. Крейзи меню нашего ресторана – это танец от официанта. Нормально все с ним? Андрюха? К чему мы пришли? Мы пришли к тому, что ты мне не веришь. Ну, пока тебе, по крайней мере, приятно было находиться на свидании. Тебе понравилось. А я же не отрицаю, что ты мне симпатичен и приятен. Ну, и вообще, мне кажется, тебе мой сюрприз приятно удивил. Ну, я бы знала, но, да, приятно удивился. Не, а то, что Черкасов в этом всем участвует. Ну, вот это, конечно, минус. Ты сегодня пошла на свидание с Никитой Кузнецовым. Мне казалось, что это было как раз свидание не я, Никита, а я, Никита и Андрей. Это тебе так хотелось бы. Тебе бы хотелось, чтобы так было? Тебе бы чего хотелось бы? Это свидание было Никитой и Черкасов. Андрей, ты Никита, ты Андрей. Спасибо Андрею. Если бы не он, то это свидание бы провалилось. Вот так, да? А это почему? Ну, я думаю, было бы не так весело. В общем, Никита скучный крот. Как любит говорить Диана, не вау. Нет, просто Андрей вызывает у меня улыбку, наверное, поэтому я улыбалась. Слушай, ну, если мужчина вызывает у тебя улыбку, это уже практически путь к твоему сердцу открыт полностью. Так зачем тогда тебе Никита? Только мы на свидании с Никитой поговорили о том, что, как бы, ну... Короче, Никита был использован в роли организатора свидания, насколько я понимаю, да? Ну, можно так сказать, да. Здравствуйте, это агентство свидания, организуйте нам, пожалуйста, а мы с Черкасовым отлично туда сходим. Сюха, ты чего она мелит? Она бы рада со мной быть, но у нее такой характер, что я пока еще не разобрался, как бы. Но мне характер явно не нравится на данный момент. Она приятная... А что тогда в нем разбираться? Нет, девчонка красивая внешне, но внешности ты же знаешь мало. То есть она такая, что тогда сюда пришел, что я сюда дал телефон. Так с тобой я так общаюсь. Так с тобой я так общаюсь. А ты в какой момент на этом свидании понял, что она типа рада с тобой быть? А я это до свидания понял еще давно. Андрей Черкасов, ты чего приучался на свидание? Как я понял, я ребятам не испортил свидание, было весело, Кристинка смеялась. Ты наоборот, ты просто сошел с небес и сделал это свидание, вау, лучшим в жизни Кристинка. Я на самом деле очень рад, что после этого свидания мы с Кристиной наконец-таки поговорили впервые за эти три дня. Не по телефону, а наконец-то. Да, вживую поговорили по душам и наладили наши отношения, и мы будем продолжать так же хорошо общаться, все очень хорошо. Я рад. Но если вы так же будете общаться, простите, это будет называться флирт-флиртович. Значит, флирт-флиртович. И есть прекрасное общение с замечательной девочкой. Я считаю, что она не только красивая, Никита сказал, что там в характере что-то не так, а я вижу, что у нее замечательный добрый характер, вообще она прекрасная. То есть теперь ты хочешь сказать, что ты Кристину воспринимаешь только как друга? Кристину я воспринимаю только как хорошую приятельницу, потому что дружба между мужчиной и женщиной, блин, ну, наверное, тяжело, чтобы она была. Нет, да вот это чувство влечения, которое у тебя было, они все исчезли? Да, туман осел, все хорошо. Ты бы видела, с какими глазами он бешеными танцевал? Когда мы сидели на свидании, он танцевал для нас, какие у него были сумасшедшие глаза. День танцевал для нас, чувак слетел с катушек. И он уже забыл, кто такая Женя, у него уже это все неинтересно. Тем более, проблемы там, туда-тепо здесь весело, дом 2, Кристинка молодая, красивая. Нет, нет, я не забыл, я сегодня Кристине сказал, что я остаюсь со своей любимой девушкой, а мы с ней нормально общаемся, все. И тут даже, знаете, не надо нам никаких признаний, потому что порой наши глаза, они говорят сами за себя. И, в общем-то, то, как искрятся глаза Кристины, то, как ведется Андрей, абсолютно очевидно, что между ними никакая не дружба. Парень предложил провести вечер вместе, и Кристина уединилась с ним, чтобы посмотреть вместе фильм. Заселились? Заселились. Ну, как заселились, ну, Русик, ну, какой-то мой человек. Я очень рад вчерашнему вашему посылу, позыву, что вы хотите видеть меня, там, Кристину в отношениях. Все очень здорово, ребят. Но, простите меня за занудство. У меня незаконченные отношения за периметром. И я не собираюсь начинать другие отношения, пока я не поставлю точку там, или, как сказать, не поставлю точку здесь на проекте. А ты там ставишь точку? Нет, я сейчас говорю, я там точку не ставлю. Не подводите меня к тому, чтобы я поставил точку здесь. Ангелос. Русик, ну, правда. А почему надо усложнять простое? Ты усложняешь простое вот и все. Понимаешь? Усложняет Кристина, которая строит из себя обиженную женщину, хотя вчера действительно все было, прошло замечательно, тепло, уютно, душевно. И, кстати говоря, за уже третий месяц, я вижу первую девчину, которая тебе настоящему понравилась. Как вы сказали, за месяц? За третий уже практически месяц. За три года. Что-то хотеть, желать и этого не делать. Ты понимаешь? Ты знаешь, если бы... Ты знаешь, если бы... Дам и Еву не съели бы яблоко, они бы в раю жили бы. Зачем поддаваться искушению? Не все, что в этой жизни нам послано, нужно брать. Не занудствуй. Монгуст. Я прошу тебя, Монгуст. Ты меня подталкиваешь к греху. Ты можешь быть умненький в этой... Что тебе, дорогой мой? Вообще не хватит. Что я тебе скажу? Вот эта вот маленькая, милая девочка, которая тебе нравится, больше тебе не нравится. Ко мне больше не подходи вообще. Если нет, ты там чешешь одно, а здесь ты чешешь другое, именно чешешь. Какой ты верный нахрен муж. Какой грех. Что ты несешь, Андрей? Ты не устал играть в хорошего, примерного мальчика-девственника, которого... Рядом с которым ходит сорокалетняя шлюха в чулках и хочет его изнасиловать. Не надоело тебе? Зачем ты так про себя? Так ты так себя ведешь. Я не про себя, а про тебя сейчас. Я себя веду нормально. Я ничего лишнего не позволяю в твой адрес. Не преувеличивай. То есть для тебя не лег лежать по обнимку с девочкой и обнимать ее так, как мы обнимались там, то это нормально, да? Ты дружишь так со всеми? Это нормально. Мы просто обнимались, смотрели фильм. Ты так со всеми дружишь, да? Ну, есть такие подружки у меня, да. Так вот, больше у тебя такой подружки нет, окей? Хорошо. А он тебе нравится, да? Ну, я вижу. Просто понимаешь, когда... Мне обидно, что мне человек просто держит за дуру какую-то. За дуру. Он здесь говорит одно, а он мне говорит, ну, блин, ну, ты же все понимаешь. Что я должна понимать? Меня достало понимать кого-то. Сладкий, да, за дуру. Ты абсолютно права. Вот хорошо, что ты это понимаешь. Я скажу, дай повешу. Маленький, ну все, не плакать только не надо, да? О, маленький, ну все. Ну, что делать? Ты стой на своем. Стой на своем, не отказывайся от него. Он обожает тебя. Вот это я понимаю. Просто обожает. Понимаешь? Там действительно есть за периметром, за что держаться. Тут Женька здесь все клевает. Так понятно, я же не прошу уходить. Или не просто скажи мне тогда, Кристина, все. А то он, понимаешь, стой там, иди сюда. И рыбку съесть и на веточке. Я говорю, Андрей, если ты встаешь со стула, то ты встаешь. И неважно, сядешь ты на мой стул. Или на Дашем стул, или на еще чей-то. А если ты не хочешь, то сиди на нем. Что сказать мне тебе надо, Андрей? Не плачь, пожалуйста, я не хочу. Я ты достал бы, ты можешь. Да не трогай меня. Да не трогай, говорю, Андрей. Я тебя, я тебя не хочу. Не унижайся. Все хорошо. Чувствую? У тебя какие-то перепады настроения. Нормально, хорошо общаемся, а потом опять. Ну? Чувствую? Что ты опять выставляешь меня дурой? Да я тебя не выставляю, я тебя дурой. Не хочу выставлять тебя дурой. Ты с утра начинаешь скоблить. Нормально со мной не общаешься. И потом вы, подожди, после нормального общения ночью ты вчера начинаешь говорить такие вещи. У нас что, у нас не получается с тобой нормально общаться, я так понимаю? Что ты ведешься на мнение коллектива, там, на кого-то? Почему здесь коллектив вообще? А чего ты берешь вот эти фразы, ты выставляешь меня дурой? Меньше всего я хочу выставлять тебя дурой. Я считаю так. Я тебя прошу, я хочу с тобой сохранить прекрасные отношения. Тебе не нравится, что я тебя к себе приближаю или что? Если я действительно считаю, что ты замечательная, чудесная девушка, мне очень приятно с тобой общаться. А зачем ты говоришь, что если бы у нее была Женя, ты бы со мной был? Ну а как это должно звучать? Я бы был с тобой, ты мне нравишься, но у меня есть другой человек. Так а зачем ты со мной общаешься? Да так в том-то и дело, что я умею общаться и умею держать дистанцию. А потому что это дистанция? Я считаю, что это дистанция. Какие к черту мы друзья с тобой? А кто мы? То есть ты дружишь со всеми так девочками? Нет, я еще раз говорю, так как я дружу с тобой, ни с кем так не дружу здесь. А зачем ты мне сказала там, что у меня таких много подруг? Да нет у меня таких подруг, прекрати. Вот что я и хочу от тебя понять. Ты здесь говоришь мне, что нет таких подруг, когда люди вокруг, ты говоришь... Я бы мне вернуться на кухню и повторить, друзья. Да почему здесь вернуться? Я повторю эту кухню. Ты постоянно, не конкретно вот эту фразу, а вообще... Таких девчонок, как ты, подруг и так далее, знакомых, приятелей, таких как ты, нет. А ты тогда не боишься влюбиться, общаясь так со мной дальше? Или допустим там, я влюблюсь, ты... Ну вот этих моментов ты не учитываешь? Учитываю. Ну и? Так я, может, сам себя проверяю. И ты себя проверяешь. И если я чувствую, что это что-то серьезное, как ты говоришь, не боюсь ли я влюбиться, я влюблюсь. Я как честный человек скажу об этом своей девушке. И сделаю все для того, чтобы мы были вместе. Сейчас я не уверен в том, что мы должны быть вместе. А, ну, наконец-то, хоть что-то это ясное сказал. Вот мне кажется... Так же, как и ты, по-моему, не уверена, хотим ли мы быть вместе. Первый раз за две недели. Да, ну, прекратите. Кристина требует от него определиться. Ей надоело быть на вторых ролях после Жени, девушки, с которой Андрей, уже три года встречается за периметром. Кристина явно влюбилась, поэтому страдает, ревнует, плачет. И сегодня она вновь пригласила парня на свидание. Привет. Привет. А я думаю, что это ты. Андрон Черкасон. Очень приятно. У меня свой ресторан «Мексиканская страсть», как ты знаешь? Меня вижу, что я там, у меня здесь. Да. Хотела поговорить с тобой. Не хочется больше вот этих каких-то игр непонятных в плане там смсок. Ну, просто чтобы вот все, что там я в смс-ка говорю, и ты, и мы говорили друг другу в лицо. И, наверное, уже нет смысла там скрывать, что ты мне нравишься, я тебе это говорю, открылся. Я не жду никакого прихода, ни четверых, ни восьмерых мальчиков. Я бы хотела с тобой отношения строить. Может быть, Руся и был прав сегодня, говоря тебе, что я в тебя влюблена. Может быть, и так это. Вот. Мои вкуснее. Я рад. Я рад, что ты наконец-таки решила выйти из сумрака. Я наконец-таки услышал то, о чем догадывался. Что хотел услышать? Честно, да, хотел услышать. Остался только другой вопрос. Какой? Давай я его спрошу, но ты не бесишься. Нет, из-за этого не спрошу. Я спрошу, но ты не бесишься. Ну? Вот ты мне сейчас, ну, скажем так, призналась, да? Да. Остался второй вопрос. Можно тебя держать, чтобы ты не убежала? А это не игра? Нет, это не игра. Ну, слава богу. Никита Кузнецов не оставляет без внимания сразу нескольких девушек. Он позволил проживать в своей комнате Диане, которая надеется вернуть их отношения. С Антониной Никита ходит в кино. А еще Кузнецов флиртует с Кристиной Лисковец, которая, правда, не спешит его подпускать, что Никиту злит. Ты симпатичная девчонка, но не более того. Понимаешь? Просто понимаешь. Когда человек мне говорит, что ты просто симпатичная девчонка. Но кому-то я буду не просто симпатичная девчонка. Все, без проблем. Так ты останешься просто для меня, просто симпатичная девчонка, и все. Вот они чувства, ребята. Ты здесь отвечаешь, ты здесь ни одни отношения не построишь. Ты ходишь вот так вот кругами, к тебе нормально относишься, тебе начинаешь какие-то знаки внимания делать, ты делаешь вид, что ты не замечаешь этого, Кристин. Какие знаки внимания, Никита? Ты подходишь ко мне, потом берешь, уезжаешь на стройки. И что? И что я должен, не могу понять, я должен тебе пять лет за тобой ходить, что ли, или что кругами? А что мне надо знать, первый день, или что? Нет, ты мне должна тоже какую-то ответку давать, какие-то знаки внимания. Ты мне не даешь. Подожди, мы с тобой на стройке, допустим, стоим в обнимку. И что? Все окей. Потом я захожу спам, мне Тоня говорит, а мы с ним на свидание едем. И что? Ну так едь тогда на свидание с Тоней. Так я езжу на свидание с Тоней. Потому что Тоня тебе не нужна, и не нравится она тебе. С чего ты взяла, чтобы мне Тоня не нравится? С чего ты взяла? Кристина, пригласи тебя уже на свидание. Потому что ты не выясняешь, а со мной. Потому что я просто не понимаю твое поведение. Она ходит и думает, что теперь перед ней мальчики должны ходить примерно пять лет за ней кругами. И как бы при этом... Тебя бесит, что она тебе симпатию не выявляет, да? Не ходит, просто злится. Симпатию не выявляет? Нет, она в том-то дело, она мне выявляет симпатию, но при этом, при всем, пока у нее показуха такая, типа... Просил курить. Понимаешь? Тебе это задевает? Нормить, а наоборот. Мне это не нравится, да. Вот, а если бы она тебе была безразлична, тебя бы ты не задевала? Он просто нервничает, он просто бросил курить. Да, да. Ну, именно в твоем сторону он нервничает. Ну, а что ты не считаешь? Мы с Никитой на дружеское свидание ездим. Нет, мы с тобой на дружеское свидание ездим. На дружеское, если у тебя там страсти читят. Ну и что? Доказничаю. Ну, начнем с того, что Никита для меня это мальчик, который вот бегает в песочнице, как с одной формочкой поигрался, выбросил, со второй формочкой поигрался, выбросил. Я его не воспринимаю абсолютно всерьез. Почему? Слушай, ну пока из всех целоваться он хочет с тобой. Мне не нужен мужчина, который живет с одной женщиной и ездит на свидание со второй, а хочет быть с третьей. А все почему? Потому что там пишет Чиркасончик, дорогой. Ну, рассказывай, что там пишет. С Андреем мы общаемся. Хватит уже тебе ведь волосы, у себя изнервничалось. Он мне пишет, что он хочет поговорить со мной. А что у него такого вдруг случилось, что он хочет с тобой поговорить? Ну, шел с проекта, пошел к своей Женечке. Он расстался с ней. О-о-о! Я не знаю, правда это или нет, я не верю. Может быть, просто эфиры Женя посмотрела? Я ему говорю, что... Андрей, говорю, она тебя бросила, и ты хочешь быть со мной, или ты с ней расстался, чтобы быть со мной. Это две разные вещи абсолютно. Но я не верю, что они расстались все равно до конца. Что они оба поговорили и решили, что им нужно расстаться, потому что... Ну, не было таковой любви с его стороны к ней. Да, а кому есть любовь? Ну, вот он говорит, что он хочет быть со мной. Так, давай сейчас наберем Андрея, в общем-то, и узнаем, что он думает. Ваш благородие. Алло. Андрюш! Ай! Привет, привет. Андрюш, слушай, хотела у тебя следующую вещь узнать. Давай. Насколько я понимаю, ты свободный стал парень у нас. Да, я свободный мужчина, мы расстались с Женей. Так. Когда за Кристиной приедешь? За Кристиной, когда приеду? Да. Когда отпустите, тогда я приеду. Нет, ну, для тебя всегда наши двери открыты, ты же прекрасно знаешь. Я знаю, да. Ну, не надо прям, знаешь, если ты прям не готов прям сейчас там заходить с вещами, то хотя бы, может, приедешь, поболтаем? Да, можно, конечно, приехать поболтать, почему нет. Ну, приезжай сегодня к Лобному, давай, пообщаемся. Хорошо, я приеду сегодня к Лобному. Кристинка будет очень рада тебя видеть, да? Я знаю, я тоже буду рад тебя видеть. Все, пока, пока, пока. Пока. Ой, разулыбалась, смотри. Ну, в общем, иди, давай, наряжайся, губы крась, вообще, одевай платье, самое красивое, которое тебе подходит. Самое любимое его. Самое любимое, да, да, да. Все, спасибо. Однако у Андрея за периметром была девушка Евгения, и он покинул телепроект, выбрав отношения с ней. Но, как выяснилось, не выдержав разлуки с Кристиной, он надумал к ней вернуться. Сидит, нервничает, не знает, как сесть, куда ногу поставить, или так, или так. Не, но когда я стояла, так и стояла, так и стояла. Андрей Черкасов, волосы за ухо, волосы сюда. В общем, дорогая моя, он приехал. Да как стояла, так стояла. Он здесь, и он прямо сейчас зайдет на лобное место. Итак, встречаем Андрея Черкасов. На коне, я надеюсь, я не узнаю. Все, без коня. Без коня, бачка, крутыми ночью солнце светит. Я-о-о. С свиданием. Так, ребят, пожалуйста, тишина. Не вставай. А мне? Да. Здравствуйте. Как дела, Андрей? Хорошо. Я пришел забрать Кристину на свидание. На романтическое свидание? Конечно, на романтическое свидание. Я свободный мужчина. Да что вы? Нет, нет, этому не радуются. Мои отношения, которые мне мешали здесь строить, мои отношения, которые мне мешали здесь строить отношения, извините за эту автологию, закончились. Я обманывал всех и в первую очередь себя. Мне очень нравится Кристина. Я, знаешь, не праве осуждать, судить, анализировать вот то, что ты расстался с Женей. Я осуждала твое поведение здесь. Ты знаешь почему? Потому что это была двойная игра. Но я очень рада, да, что ты нашел в себе силы вот все-таки признаться в том, что вот те отношения, да, ну, наверное, они уже закончены, и все-таки твое сердце уже освободило место для другого человека. Правильно я понимаю? Да, мы зашли в тупик просто с Женей, и выхода уже просто не было. Но это тупик в отношениях, он наступает у, к сожалению, у многих людей. Вот у нас наступил. Ты от нее ушел или она от тебя? Вот ты пришел с проекта, вот ты ушел от нас со словами, что ты понял, что Женя твоя любовь, и ты не хочешь ее больше обмануть и причинять ей боль. Ты приходишь домой. Да, мы прожили, пробыли несколько дней вместе. Как пара, правильно? Да, как пара, да. Ну, разговаривали много о том, что было. А потом, ну, вот состоялся разговор. Она просто посадила меня напротив, говорит, я вижу, как ты мучаешься. Давай расставим все точки над «и». Отпусти меня. Вот. И я отпустил, и она отпустила. Ну, вот так, я действительно, мы собрали все вещи ее, я довез ее до вокзала, и, ну, скрывать не буду там, тяжело, но расстались. Просто, может быть, это не совсем правильно сейчас звучит, но у меня на сердце, знаете, мне легко сейчас. Вот я как раз этот вопрос хотела. Я понимаю, что это правильно. Я вам серьезно говорю. Вот меня понял мой брат, мы с ним созвалились двоюродные, которого пять лет был женат. Я говорю, слушай, у меня все расстраиваются. Мама, сестры, что вот, ну, три года встречался с девушкой, расстался. Он говорит, а я пять лет жил с женой, и прошла любовь, и не жалею об этом. Ну, вот как бы... У тебя просто прошла любовь. Ну, получается так. Получается так. Вот, но я ей очень благодарен за то время, которое мы вместе провели. Единственное, нужно сделать оговорку, что я не вернулся на проект. Поскольку дела, которые у меня возникли, некоторые проблемы, душевные состояния, физические, в конце концов. К этому вопросу, Андрей, я думаю, мы придем. Самое главное сейчас, вот этот цветочек. Я в данный момент хочу сегодня забрать Кристину, провести с ним время, сделать ей приятное, не знаю, Москву показать, покатаемся. Вы же ни разу, да, еще не выезжали? Не выезжали? А, выезжали? Да, выезжали. А ты вообще, ну, планируешь вернуться в качестве участника, после того, как ты решишь проблему свою? Ну, как с Кристиной ляжет, как говорится, карта. Готов ее даже забрать, что ли? Да, я готов забрать Кристину. А мы не готовы ее так просто отдавать. У меня есть где жить и все. Я не готова уйти. Нет, я говорю, поэтому позвольте. Не готова уйти. Мне кажется, вам есть действительно о чем-то говорить. Мне кажется, Оль, можно я, если эта история начиналась здесь, то она должна здесь и продолжиться. И закончиться, да? Или закончиться, или продолжиться. И иметь здесь свое логическое завершение. Да, потому что вы уже говорите этого слова. Ну что ж, Андрей, я опять же повторю о том, что я не в курсе была твоих отношений с Женей, да, вашей истории я не знала, так как, может быть, знали другие ребята. Поэтому я не буду ее осуждать. Понятное дело, что когда люди расстаются, им больно, да, но я очень надеюсь, вот одно тебе хочу сказать, я очень надеюсь, что ты сделал правильный выбор, что это решение, оно осознанно, и я очень надеюсь, что ты об этом не пожалеешь. Вчера Кристина Лисковец после одного дня отсутствия появилась на проекте с Андреем Черкасовым. Ребята заверили участников, что между ними ничего не было, и что Андрей через две недели вернется на проект, потому что за периметром его ничего не держит, поскольку он расстался со своей девушкой Женей. Сегодня на телепроекте появились двое новых парней. Габриэль пришел целью покорить сердце Кристины Лисковец, но она увлечена Андреем Черкасовым. Андрея временно нет в периметре, но Кристина поддерживает с ним связь и переписывается каждый день. Поэтому Габриэлю будет не так просто привлечь внимание Кристины. На вкус и цвет. Главное, чтобы он мне зацепил внутри. Может быть, абсолютно, я не знаю, такой человек, которого я себе даже не представляла. Ну, понятно. Понятно. Просто я буду за тобой ухаживать. Я на самом деле действительно пришел к тебе. А ты мне не писал в соцсетях? Да, я тебе... Потому что я даже вот Елене говорил, что, по-моему, ты мне писал в соцсетях. Вот. Что касается Черкасова. У меня никогда не было вообще таких парней. Никогда в жизни, да? Таких заботливых? Нет, вообще такого типа Жанна. Вообще, в принципе, вот таких вот. В смысле каких? Я не понимаю, каких? Ну, внешность такая, поведение такое. Он такой мягкий как бы человек. У меня такие, то есть, это мой бывший, опять же, молодой человек грузин. Он был жестким характером. И то, я его в какой-то момент сломала. Поэтому, ну, мне стало неинтересно, и мы расстались. А смысл ломать вообще вот парней? Я не специально это непроизвольно происходило. Нет, мы разговариваем. О, черт. Ну, непроизвольно это получилось. Вот. И как бы он стал там ухаживать за мной. Мы сейчас с ним в данный момент общаемся. Вот. И, ну, и вот, все. Вся история. Ну, то есть, все это на уровне общения, то есть, у тебя... Ну, флирт, общение. Флирт, общение, да. То есть, ты не рассматриваешь его, или все-таки ты рассматриваешь его? Почему рассматриваю? Как парня своего? Рассматриваю, конечно. Понятно. Кристина Лисковец возмущена тем, что Андрей Черкасов так надолго ушел с проекта решать свои дела, а о ней совсем забыл. Каждый день девушка ждала от него букетов, подарков, сюрпризов, но вместо этого получает лишь СМС-сообщение. Вчера она заявила, что свободна, и у нее нет молодого человека на проекте, и сегодня ждет приезда Черкасова, чтобы объясниться с ним. Приезжать вообще с какой целью, я не поняла вообще его что? Поговорить о чем? Без понятия. О том, что его долго нету, или о чем? О том, что ты сказала, что вы не пара Сашки Гобозовым. А мы были парой, да? У нас было три грядки помидоров посажены вместе и две лук. Так как он делает, я бы вообще, ну, слушай, подскорбнулся, знаешь, чувак, либо ты меня там как-то, не знаю, забираешь, либо сюда приходишь. Если ты не то, не то не хочешь делать, чем мы с тобой вообще из-за меня мнем? Да, я это сказала, понимаешь, и на что он мне говорит, я же тебе сказала, давайте вчера заберу. Так вчера мне не надо, после того, как я это сказала сама тебе, это раз, во-вторых. Сколько же, неделя прошла, неделю-две, да? Да. Пипец. Он там строит там планы какие-то, что он считает ее своей девушкой, и там расстался с Женей, хочет прийти, вернуться к ней, а она тут ходит в периметре, то в стриптиз-клуб ездит, то говорит, что у меня нет никого молодого человека. Получается, что она его выставляет дураком. Вот сколько по времени дней прошло, как Андрей уехал? Ушел с проекта? Да, ушел. Потом она уезжала. Недели две, наверное. Вот недели две, ну видишь, она вчера подчеркнула то, что ее Андрей ни разу даже цветы не привез, ни разу пошел к бабу, не подъехал, никуда не везет, может быть, она просто обижена на него. Она прекрасно знает, что мы находимся в периметре, нет, вот Андрей, отпроси меня. Или что, ей потусоваться просто хочется, ее не отпускают, она Андрея, отпроси меня. Подожди, а она же тоже уезжала, может быть, они были вместе? Нет, они были, он ее встречал, он вчера сказал, что он ее забирал к себе. Ну вот, они, значит, были какое-то время вместе, значит, нет ей резона обижаться на него. Ничего, ничего вообще совершенно не делают для отношений, вообще ничего. А требуют? А требуют, как будто, не знаю, из жены, которые проживают уже лет пять в совместном браке. Черкасов вот из тех парней, знаешь. Ну ты же, вот я же девушку-то свою бросила, что это ты меня это... Да, и со мной должна все теперь... Ах, вот это да! Плакать у ворот сидеть, окошечка, давай я тебя на воротах вырежу, и ты лучше. Причем, знаешь что, я читала в журнале вот с тобой, и ты не дашь мне соврать, в вип-доме как-то давно, что он познакомился с Женей, когда был в отношениях с Ритой, я гибал. В отношениях с Ритой, да. Он был с Ритой, познакомился с Женей, они стали общаться, потом стали встречаться с Женей. Сейчас он познакомился со мной, он расстался с Женей, стал встречаться со мной. Он такой, понимаешь, пока почву не набьет, вот там... А он не набил никакую почву еще, так что... Кристина что, реально считает, что она крутая? Ну, наверное. Она реально думает, что она крутая, она вот дружит с Элиной, и она думает, что она крутая. Никакая она на самом деле не крутая. Элина Корякина давно считается Идейным вдохновителем проекта На этот раз она придумала Как устроить личную жизнь на доме 2 Себе и двум другим Одиноким девчонкам Кристине и Антонине А что бы нам, бабоньки, в город бы не поехать? А что бы не поехать? А что бы не поехать? Отдохнули хорошо отроем А что? Ну, классно Во-первых, я просто к чему Мы здесь хорошо сидим-сидим Сидится нам тут Мужиков давайте искать У нас пустая вообще память Зима скоро! Ну да Я только за Во-первых, там кастинги проходят Во-вторых, там очень много людей Вообще внизу, честно, собирается Частенько бывает В-третьих, можно ходить в кино Можно ходить в рестораны В кафе, машина под попой есть Деньги тоже Где-то рядом Вот Три длинноногие красотки Почему бы нет? Я только за Вы за? Я за Нереально? Да Реально за? За Ну а Андрей Черкасов, как только узнал Что Кристина больше не считает себя его девушкой Тут же приехал на проект Здравствуйте, ребята Привет 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 Я не беру цветы Почему? Ну, потому что Почему ты не берешь цветы? Ну, потому что не беру Не берешь цветы? Нет Хорошо, я положу тебе их на краю А я не отблежала Да, да, да Пойдемте 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 Пойдем поговорим Что, куда-нибудь на улицу? Давай поднимемся Там есть ли в комнате? Не знаю Что с тобой случилось? Что со мной случилось? Почему ты цветы не принимаешь? А зачем это? Зачем? Что вдруг случилось, если мы нормально общались? Ну, сейчас для начала Они стоят надо мной и вот так разговаривают Хорошо Два дня назад ты едешь в стриптиз-клуб и пишешь мне Я по тебе скучаю, я хочу быть с тобой Два дня проходит Ты за шахтар, бежишь бы с тобой? Я говорю, ну, хочу Не, подожди Опять я, да, виноват? Андрей Что за два дня произошло? То, что вот эти смски Можно написать их кому угодно абсолютно Это ничего не значит Вот эти слова, которые постоянно говорятся между нами Это абсолютно ничего не значит Что ты опять эти смски поднимаешь? Давай я начну смски поднимать Потому что нет У нас смски, телефонные звонки Это когда Я тебе говорю про то, что Слова и все Больше ничего нету, кроме слов Когда я тебя спрашиваю Можно ли за тобой приехать Ты говоришь, нет Мы сегодня едем в стриптиз-клуб Зачем можно, говори Я тебя спрашиваю Можно ли за тобой приехать Нет, сегодня я не могу Потому что ко мне приезжает тот Кто будет там колоть мне в лицо что-то Какие-то витамины А зачем вот это ты сейчас озвучиваешь? Нет, просто ты Ты говоришь, что я за тобой не хочу приехать Я за тобой приезжаю Все А вот ты уходишь Потому что у тебя нет аргументов Вот это озвучивание О моих каких-то личных моментах Ты сама отказываешься От того, чтобы я приехал И сейчас мне ставишь Я должна тебе говорить Нет, Дана, приедь Ты должен сам додуматься Тебе ссор 30 лет Ты сама отказывалась, чтобы я приехал Говорил, что у тебя какие-то дела Не надо подходить ко мне Вот Андрей, реально не надо подходить Успокойся Я же тебя что, трогаю что ли? Не надо вообще подходить к мне, трогать тем более Понимаешь, что ты расстался с Женей Абсолютно для меня Ровным счетом ничего не значит И я тебе не должна быть от этого обязана Ты хотела, чтобы я пришел Я пришел для того, чтобы выслушать Весь вот этот негатив А почему я должна была тебе поселиться Да не надо поселиться, встретить нормально Поговори нормально, не на повышенных тонах С какого я не буду тебя должна встречать нормально Я не Женя, которая тебя стирала Зачем ты постоянно говоришь про Женю? Я не она Потому что меня задрали сравнивать с ней Я тебя ни разу не сомневаю Я не она, я тебе сейчас об этом говорю Я не собираюсь намывать полы, готовить, носки, трусы складывать Это делает любая нормальная женщина Моет полы, мою посуду и готовит Я не делаю этого Любая уважающая себя женщина это делает Я этого не делаю Значит, ты себя не уважаешь Я себя не уважаю А за что тебя тогда любить, скажи? Просто за то, что ты такая охрененная Не надо меня любить вообще Не надо меня любить Окей? Все, мы поговорили с тобой? Да Мы все решили? Да, мы не вместе и не будем вместе, все О, да ладно Мы были, мы не вместе Есть ли парень у Кристины, одинокой балерины Мы узнаем у Оленьки Бузовой Вопрос дня Кто друг другу Кристина и Андрей? Добрый вечер, ребята Да, мы пока не спрашиваем Вернулся Андрей на проект или нет Но мы точно знаем Что он расстался Со своей девушкой за проектом С Евгением Кузиной И хотел вернуться сюда Строить отношения с Кристиной Хотелось бы сейчас узнать, ребята Что между вами? Кто вы друг другу? Я, ну не то, что шокирован Не то, что удивлен Но, наверное, так оно и должно было быть С Кристиной Скажем так Последние два дня Да, мы холодно общались Я делаю вот эту отметку Стриптиз-клуб и после До стриптиз-клуба и после До этого момента было все Я просто увидела такое Нет, до этого было все великолепно Все хорошо, прекрасно общались Из наших смс-переписок Можно было составить роман И унесенный ветром бы отдыхали Все было тепло Я сказал Кристине, что вернусь На следующей неделе к ней Но, видимо, Кристина не хочет Ничего страшного Когда мужчина хочет То даже бы сейчас Если бы он хотел что-то Он бы не говорил Ну, значит, так должно было быть Ну, как бы, окей Не, ну действительно, Андрей А что ты даешь заднюю? Собственно говоря, Кристина Не дала тебе этот поворот-поворот Она просто Вот что сейчас вижу я Она просто обиделась Это обида Обида из-за того, что Не было никаких поступков Возможно, ей, как любой другой девочке Хотелось ухаживания Каких-то особенных проявлений Твоей симпатии? Да это здесь В периметре не было ухаживаний Там, за периметром Когда я Кристину забирал У нас было все великолепно Все хорошо Да, мы где-то ругались И были какие-то непонятки Но у нас Мы были, как вот, ребята В отношениях Понимаете? Ты вот как это понял? Хорошо, если ты это не понимаешь Я это так понял Что в отношениях Ты считал Кристину Все это время Своей девушкой? Абсолютно верно Она сегодня Мы начали считать наши поцелуи Вот скатились до этого Она почему-то Насчитала только один Вот Я вообще Был уверен, что это моя девушка Я собирался к ней прийти А Сегодня я прихожу А что случилось За эти два дня? Вот скажи Что случилось за два дня? Что вдруг случилось? Если до этого было все в порядке? Я так рада познакомиться с новым Андреем Очень приятно Настоящим Давай попытаемся выяснить Да У тех ребят Кто живет рядом с ней Может быть они нам объяснят В чем причина Такого резкого перемена настроения Такого резкого перемена настроения Мне очень хочется послушать Элину То, что Кристина сделала Такое решение и выбор Я могу сказать, что все очень аргументированно И в этом ее сила С чего-то Андрею У Андрея подмена понятий идет Он с чего-то решил, что когда он бросает свою девушку За периметром Это поступок Когда он приезжает сюда Знаешь, ничего не сделав И говорит о том, что я приехала к тебе Потому что ты этого хотела Он тоже считает, что это поступок И у нас здесь ходятся мысли с Кристиной Что это не является поступком Это вообще просто пустое И все остальное Это отговорки Если мужчина хочет Извини, продолжай Если мужчина хочет Он будет делать все, что угодно Он приедет на другую точку земного шара Чтобы это показать И добиться своей девочке А все остальное разговор Это вода И то, что Андрей Конечно, лоханулся Уже давайте будем откровенны Вообще во всем Это факт Либерж Оля, привет, город Оля, привет Ты знаешь, Оля Конечно, то, как поступил Андрей Это его не красит ни в коем мере И медали ему на грудь Никто не собирается вешать За отвагу За многие поступки Но мне кажется, что проблема в Кристине Мне кажется, очень глубоко, кстати В тебе проблема Ты боишься отношений Я тебя очень прошу Не пугайся никогда отношений Старайся именно сражаться И бороться за них, ладно? У меня есть, что ответить Либерж Есть доля Правды в ее словах После последних моих отношений Я боюсь начать отношения И когда у нас с Андреем Был только флирт Это было одно Как только я поняла Что у нас могут быть отношения И у меня какая-то стена такая выросла И я боюсь того Что у меня было в отношениях Моих прошлых Что касается расставания Тогда чего вы так На сегодня друг на друга накинулись Вот сейчас Слушаю Андрея Он мне говорит о том Что, Оля, я хотел прийти к Кристине Через неделю Слушаю Кристину И Кристина говорит Ну я просто ждала от него поступков И на самом деле Я хочу с ним отношений Я не понимаю Тогда чего вы друг от друга бегаете Чего вы друг от друга сегодня посылали Куда подальше Расставались Андрей, она просто обижена Ей просто хочется мужских поступков И она это заслужила И она это заслужила Почему она выбрала Андрея тогда Ладно Андрей, скажи нам, пожалуйста Может быть, ты останешься сегодня Хотя бы на ночь? Зачем? Ну, знаешь Зачем? Знаешь, ночная кукушка Утреннюю перекукует А что это вообще происходит-то такое? Она понтуется сейчас Вот просто останется сегодня и все Ты понимаешь вообще Ну вот я вижу Ну вот Андрей, даже с тобой разговаривать Если честно, не особо хочется Вот я вижу, ты улыбаешься, сидишь Ради тебя сюда приехал Слушай, для меня это вообще ничего не значит Что ты приехал сюда Это не Ты так вот этим сейчас кичишься Нет, я приехал для того, чтобы поговорить И ты мне не хочешь со мной разговаривать Я приехал ради тебя Ты мне говоришь, приедь поговорить Я приехал Где разговор? Вместо этого ты разговариваешь Где ты не справишься Скажи Да с чего это? Я с тобой не справился Я с тобой до этого справлялся Все было хорошо До этого ничего не было Не были отношения серьезными Как только я понимаю, что у меня могут быть серьезные отношения Я начинаю соскакивать Так вот тогда и озвучу эту причину Андрей, я не хочу с тобой отношений Потому что я чувствую, что они могут быть серьезными Я всегда соскакиваю в серьезных отношениях Да Тогда мне хоть что-то будет понятно Ну, я тебе говорю А не потому что, Андрей, ты там ничего-то не сделал Не пришел, не ухаживал Это тоже, это тоже Основная причина в том, что ты не хочешь отношений Это тоже Я хочу их Ты меня не понимаешь Ты меня не поймешь Мы разные люди Меня поняла Светлана Михайловна Не ты Ты не поймешь, о чем я тебе говорю сейчас Вот и все Я хочу как раз-таки отношений Но, Андрей, даже разговаривать с тобой я смысла не вижу Потому что я тебе говорю одно Ты мне говоришь другое абсолютно Если я тебе говорю одно Ты мне говоришь А, вот, вот это Я не дура, Андрей, такая, как вы думаете Я не дура Я не сказал ни разу, что ты дура Просто ты говоришь три часа назад Одно, через три часа другое Завтра тебе нужно опять говорить другое Это взаимосвязано То, что я тебе говорю Что у меня настолько Из детства выработался Вот это вот Я не знаю, как это назвать Что для меня там Сдать назад перед мужиком Я это как будто бы воспринимаю Как какое-то там Унижение там Нифига себе Нет, я не сдам И это проблема И я знаю об этом Но в то же время Я хочу от этого избавиться Я хочу изменить тебе что-то Чтобы общаться с мужчиной нормально Чтобы воспринимать это нормально Ты сейчас стоишь Я делюсь тебе вещами какими-то И ехидно улыбаешься своими Ты вот С чего ты взяла, что ты ехидно? Я смотрю на тебя Я не могу понять Если я к тебе искренен Если я хочу быть с тобой Не надо ходить снять Если я хочу Да подслушай ты, ё-моя Андрей, тебе не идёт вот это Если я хочу Да закрой рот Я сейчас говорю Я тебя выслушал Это показуха Я опять же вот говорила Светлана Михайловна Это не показуха Ты мягкий и добрый человек Вот это вот закрой рот Тебе это не идёт, Андрей Ты не такой человек Тебе не идёт Перестань это делать Меня достало Отвечать на вопросы На какие-то Я устала от этого У меня вот такая вот голова Уже от этих всех Вопросов твоих Ты хоть раз можешь Вообще мне не задавать вопрос А сделать там так Как тебе надо Зачем? Я не понимаю Вот как бы я хотела Быть мужиком Как мне надо Когда ты меня посылаешь И говоришь Не подходи Да А почему здесь подходить Вообще К человеку? Потому что Когда ты говоришь Сделай то, что ты хочешь Ты это воспринимаешь? Тебе надо подойти И мне обнять Посылать, чтобы я тебе дала Вот что тебе надо Да не надо мне, чтобы ты мне дала Мне надо тебя подойти И обнять Почувствовать твою тибуру Не надо меня обнимать Почему мне не надо Обнимать? Сейчас положи меня К себе Чтоб обнимать Да я что Ты из-за славы Меня делаешь, что ли? Мы в кровати Не лежали Во обнимку Не целовали, что ли? И что Вот это вот А сейчас То есть не подходи, что ли? Вот этот поцелуй Он ничего не значит Абсолютно Слушай, короче У меня к тебе был один вопрос Ты не хочешь выйти? Один вопрос к тебе был Ты не хочешь выйти? Тогда я выйду Выйди? Тему кровати вообще поднимать Понятно дело Все Тебе главное кровать Закрыть и все Какую кровать Только о кровати Только и думаешь